Чибис с хохолком на дежурстве. Большой веретенник с длинным клювом ужинает. Длинные ноги и клюв веретенника позволяет ему заходить глубоко в воду и добывать беспозвоночных, которые недоступны к коротконогим куликам с маленьким клювом. Например, небольшой куличок-галстучник ограничен в своей охоте влажным берегом водоема. Большой веретенник по своему внешнему виду и стройности напоминает белого аиста. Аист такой же долговязый, с длинной шеей и прочным гигантским клювом-пинцетом. С помощью твердого клюва аист даже исполняет брачное такование. А клюв большого веретенника только кажется жестким. На самом деле его кончик может сильно изгибаться. Возможно, отчасти в этом лежит разгадка, как кулику удается отыскивать еду на ощупь под водой. Весной самец и самка у большого веретенника легко отличаются. У самца ярко-оранжевая шея и зоб, а самка более пестрая. Пока самка чистится, самец набирается сил за трапезой, доставая беспозвоночных на залитом вешними водами луговине. Силы нужны самцам, чтобы гоняться друг за другом, отвоевывая почетные места на кочках и добиваясь расположения скромно окрашенных дам. Обычно, если самки имеют более скромное оперение, то им предстоит нести основную заботу о потомстве, насиживать яйца и выводить птенцов. Если же супруги имеют более или менее одинаковую окраску, то вахту у гнезда несут оба. Например, такой сухопутный куличок, как малый зуёк. Самец и самка регулярно сменяют друг друга в период насиживания. Как же обстоят дела с разделением семейных обязанностей у больших веретенников? Мы, конечно, можем сразу заглянуть в справочник и выяснить, что оба партнёра принимают участие в насиживании. Но в случае с большой выпьем мы уже выяснили, что даже авторитетные учёные и увесистые энциклопедии могут ошибаться. О гнездовой жизни больших выпей вышел большой фильм на канале. Проходите по ссылке в описании, чтобы окунуться в таинственный мир этих скрытых птиц. А сегодня мы заглянем в гнёзда куликов, которые не прячутся в тростниках, а живут как на ладони, на открытых лугах. Друзья, всем привет! Меня зовут Василий Вишневский. Сегодня 23 мая и я сейчас хочу пойти посмотреть гнёзда куликов. Вот такой нехитрый биотоп рядом с рекой Акой в Рязанской области, где гнездятся чибисы и большие веретеники. Они уже довольно давно, больше недели, а может больше двух, сидят на яйцах, поэтому у кого-то вылупились птенцы, а у кого-то ещё не должны. Я надеюсь застать такие гнёзда, чтобы за ними понаблюдать. Хотя вот, например, у чибисов уже в 1-2 декаде могут появиться птенцы. Куличата похожи на маленьких цыплят, но непомерно длинные ножки позволяют им довольно быстро перемещаться по земле. В отличие от кур, у которых на инкубацию уходит 21 день, чибисам требуется от 3,5 до 4 недель. А большим веретенникам достаточно 23-24 дней, чтобы из яйца вылупился птенец. И похоже, что в небольшой колонии на берегу реки Аки часть пар чибисов и веретенников отложили яйца ещё в апреле. Да, друзья, в поле не так-то просто найти заново гнёзда, особенно после того, как вот трава отросла. И мне даже не помогают GPS-координаты, я понимаю, что где-то здесь гнездо в округе. Я даже оставил недалеко от гнезда, ну, может, метров 7-10 вешку. Вот единственная вешка, что я оставил. То есть я её нашёл, а гнезда самого не вижу. Ну и кулики не беспокоятся, поэтому, я думаю, скорее всего, гнездо разорили, потому что там вот на тропинке я нашёл одно яйцо погрызенное. А вот и яйцо большого веретенника, которое, видите, кто-то погрыз, поел. Выглядит как будто какой-то зверёк прямо вгрызался. Вот. Но съели, смотрите, вот там воздушная камера уже большая была. То есть на каком этапе съели? Наверное, не на самом начальном. С другой стороны, внутренняя часть белая, с крупы. Вот. А это яйцо большого веретенника. Видите, какое крупное. Вот. И не могу найти. Вот тут уже измял траву, а найти не могу. Вот. Потому что, особенно если яиц уже нету, то там будет просто вот что-то такое непонятное. Что-то непонятное. Не, не вижу, не вижу. Трава отросла. Вот. Ну, я ещё поищу, но, судя по всему, большая часть веретенников, либо они сейчас очень плотно сидят. Такое тоже возможно, потому что стадия инкубации уже поздняя, и они просто не взлетают. Я хожу мимо, допустим, а они сидят. Но, в принципе, вот когда я из машины вылезал, один большой веретенник меня встретил с криками, обругал. Вот. Что ты, что ты. Вот. Так что хорошо хоть поснимали в первой половине мая, потому что во второй половине мая я ничего толком найти не могу. 7 мая мы вместе с рязанским орнитологом Еленой Феониной провели учёт гнездящихся куликов. Сфотографировали, взвесили и измерили яйца больших веретенников. Окраска и размеры яиц у куликов заметно варьируют даже внутри одного вида. Поэтому порой бывает трудно сразу сказать, кому принадлежит гнездо. Ситуация дополнительно осложняется тем, что в одном и том же биотопе бок о бок гнездятся чибисы, большие веретенники, травники и другие виды. Поэтому, если вокруг вас летает пара тревожных чибисов, это вовсе не значит, что гнездо с яйцами, на которые вы наткнулись, принадлежит именно им. С помощью миниатюрных экшн-камер, установленных у гнёзд, мы дополнительно убедились в наших предположениях относительно хозяев конкретных гнезд. Документальная съемка птиц в период размножения требует от оператора не только четких справочных знаний по биологии и экологии вида, но и чуткого понимания поведения и полевого опыта в изучении индивидуальной психологии птиц. Сразу после установки камер мы ушли подальше от колонии, чтобы птицы как можно скорее вернулись к инкубации. Уже спустя 10 минут самка подлетела и села на лугу вдали от гнезда. Примерно полчаса она неспешно приближалась к гнезду, делая остановки и рассматривая небольшую камеру, которая появилась недалеко от гнезда с яйцами. Наконец, крадучись, самка села обогревать неполную кладку из трех яиц. На гнезде особо не поспишь. Можно ожидать опасности как с земли, так и с воздуха. Там лунь летает над лугом, он может при случае разорить. В другом гнезде большого веретенника уже кладка завершена. Четыре яйца это норма для кульков. Тут птица, хотя и начала свой пеший маршрут с гораздо большего расстояния до гнезда, но управилась гораздо быстрее. И уже через 25 минут самец сел обогревать кладку. Из окна автомобиля я даже успел сфотографировать, как кулик сел в гнездо рядом с камерой. Так что, несмотря на свой изысканный окрас, самец проявляет полноценное участие в насиживании. Со знанием дела глава семейства переворачивает яйца, чтобы обеспечить равномерный прогрев и чтобы зародыш развивался здоровым. Многамия. Так биологи называют равномерное распределение прав и обязанности по насиживанию и выхаживанию потомства. Поэтому и больших веретенников, и малых зуйков вполне можно отнести к моногамным видам. Справедливости ради надо только заметить, что среди куликов распространены самые разные формы взаимоотношений. Промискуитет. Это беспорядочное спаривание разных самцов с разными самками, по итогу которого вся забота о гнезде, яйцах и птенцах ложится на плечи самки. Посмотрите на разнообразие окраски самцов-турухтанов. Что можно ждать от таких красавцев? Ничего хорошего, только пижонство и сплошной промискуитет. Даром, что ли, их турухтанами называют. В защиту прав самок выступают круглоносые плавунчики, которые встречаются в средней полосе России только на пролете. Самки плавунчиков спариваются и откладывают яйца, а насиживанием и выхаживанием птенцов занимается самец. У белохвостых песочников и того интереснее. Самка откладывает до двух-трех кладок за сезон. В результате каждый самец и каждая самка в одиночку высиживает яйца в отдельном гнезде и также в одиночку воспитывает птенцов. То есть самке самец нужен только для спаривания. А самцу, помимо спаривания, важно получить от самки яйца собственное гнездо. Такое явление, когда самка спаривается с разными самцами, называется полиандрия. Но вернемся к нашим моногамам. Высиживать яйца на земле – та еще нервотрепка. Вот куда-то стая скворцов сорвалась, будто кого испугалась. Спустя двадцать минут, как самка вернулась, она встала над гнездом, слегка приспустив крылья. В клоаке можно заметить зеленое пятно. Но время чей еще не пришло, и самка снова садится на кладку. Через минуту птица поднимается и делает второй круг. Похоже, как будто яйцо подошло к выходу тупым концом. Самка встала в задумчивости и опустила вниз клоаку. Класть или не класть – вот в чем вопрос. А если и класть, то каким концом вперед – тупым или острым? Этот забавный на первый взгляд вопрос в свое время серьезно беспокоил ученых. И на примере куриц выяснили, что почти всегда яйцо выходит из клааки тупым концом вперед. В 1946 и 1948 годах Фозард и Брэдфилд получили серию рентгеновских снимков курицы на разных стадиях формирования яйца и выяснили, что большую часть пути яйцо проходит острым концом вперед и только непосредственно перед откладкой поворачивается на 180 градусов горизонтальной плоскости и сносится тупым концом наружу. Исключения среди кур бывают, но редко. Теперь, прежде чем вернуться к веретеннику, давайте посмотрим, каким концом выходит яйцо у чибиса. На этих кадрах четко видно, что яйцо самка снесла острым концом вперед. Возможно, это связано с тем, что яйца куликов имеют выраженную грушевидную форму. Отсутствие травы, ракурс камеры и положение чибиса в момент откладывания яйца позволили нам понять, каким концом яйцо выходит наружу. Но вернемся к нашему веретеннику. Самка уже приняла позу для откладывания яйца и даже вытянула вверх клюв то ли от боли, то ли от облегчения. Это и неудивительно, ведь это самое яйцо весит примерно 39 граммов. А при среднем весе самки в 340 граммов получается, что свежее яйцо составляет больше 10% от массы тела самки. Для сравнения, у курицы масса яйца обычно составляет около 5% от массы тела несушки. Но давайте повнимательнее посмотрим, как же отложила яйцо самка веретенника. К сожалению, все, что видно, это то, что яйцо лежит тупым концом вверх. Возможно, это означает, что так же, как и у чибиса, у веретенника первым наружу оказался острый конец. Так или иначе, некоторое время постояв, самка села обогревать кладку, как ни в чем не бывало. Хотя уже меньше, чем через минуту, она снова встала и стала поправлять яйца, чтобы им было теплее, а самке удобнее сидеть. Когда мы вернулись, чтобы снять камеру, самка слетела с гнезда задолго до того, как мы подошли. Точно так же заранее слетел и самец с другого гнезда, за которым мы наблюдали. Примечательно, что четвертое яйцо, которое снесла самка, оказалось немного другой окраски, чем первые три. Считается, что такие отклонения происходят именно с последними яйцами вкладки, так как у самки заканчиваются нужные пигменты, примерно как картридж в принтере. По крайней мере, на примере данного яйца мы документально подтвердили, что последнее яйцо вкладки вышло несколько иным. Нечто подобное я нередко встречал в гнездах и других птиц. Вот, например, кладка серой вороны с голубоватым яйцом. А вот гнездо дрозда рябинника, одно из яиц, заметно отличается оттенком от остальных. После взвешивания и измерения свежего яйца мы надолго оставили колонию куликов в покое, чтобы они спокойно смогли высадить яйца и вывести птенцов. А вот все-таки пролетел веретенник большой, беспокоящийся. То есть надежда есть, что какие-то гнезда уцелели. Вот он там, кружит. Ну, найти гнезда я уже теряю всякую надежду. Повторно, потому что... Ну, а одно я нашел случайно, но оно пустое было. Я не знаю, может там уже птенцы вылупились. Может еще что-то. Потому что ряд гнезд мы нашли с полными кладками и насиженность мы не проверяли. Птицы теперь сидят очень плотно. И у меня вот сейчас веретенник залетел. Я ее не видел. Я был в нескольких... Где был? Вот на таком расстоянии от гнезда. Я ее не видел. Я вот просто хорошо шел, так и палкой по траве проводил. И вот она услышала и взлетела прямо из гнезда. Вот смотрите. Кладочка одна на месте. Вот это... Это, конечно, здорово. Это здорово. А то такое было затишнее, что я уже начал грешным делом думать, что все вороны серые разорили. Ну вот такое тоже. Я допускал их. Тем более, что я нашел одно яйцо поклеванное. И смотрю, такая тишина. И реально напрягся. А поиск по точке, которая была сделана в навигаторе, специальном GPS-навигаторе, точка-то точная. Но я-то иду по картам Google. И вот радиус с погрешностью в 10 метров. И это очень критично оказывается. Очень критично. Практически невозможно найти. Низдол в такой траве. Ну вот, друзья, поставил я камеру наблюдения. Включил Wi-Fi. А сам ушел из зоны видимости. Чтобы самка спокойно села на гнездо. И хоть что-нибудь я бы заснял. Ну, там, в принципе, ничего интересного не будет. Если даже она вернется, все, она подойдет, сядет и будет сидеть. В течение полутора часов на гнездо птицы так и не сели. Хотя вот в мае мы снимали на двух гнездах. Птицы вернулись достаточно быстро, когда мы тоже ушли как раз примерно так же из зоны видимости. Ушли в сторону оки. Вот у меня за спиной сейчас ака. А передо мной впереди лук, на котором гнездятся большие веретеники. Солнечная погода сохранила тепло яиц. И за небольшой перерыв в инкубации можно было не переживать. Впрочем, незадолго до влупления эмбрион и сам выделяет много тепла. Поэтому в большей степени даже нужно переживать не за охлаждение, а за возможный перегрев под прямыми солнечными лучами. Друзья, ну что, сейчас пойду сниму камеру. Прошло чуть больше часа. Даже если самка не садилась или самец, это ничего страшного. Тем более погода хорошая. Все будет нормально. Инкубация, небольшой перерыв в инкубации, это вообще не является критичным. Главное, чтобы не бросили гнездо. Ну а бросить они не должны, потому что уже финальная стадия инкубации. И насколько она финальная, я проверю с помощью водного теста. Вот у меня вода и баночка. Я налью воды, опущу яйцо. И вот яйцо, оно по мере инкубации теряет влагу и меняет плотность. То есть в начале инкубации яйцо тонет, а в конце всплывает. Ну и вот, чем больше оно всплывает, тем ближе дело к вылуплению. Всплывает тупым концом вверх оно обычно. Вот, а потом уже и больше, когда уже прям скоро вылупление. Вкладка. Смотрим. Сейчас навесим. Быстрее всего при взвешивании не записывать показания в дневник, а делать фотографии. Время нахождения у гнезда всегда желательно сводить к минимуму, чтобы не привлекать лишнего внимания потенциальных разорителей и чтобы хозяева потом скорее вернулись к инкубации. Проверим стадию инкубации. Баночка. Посмотрим. О, видите, плавает тупым концом вверх. Скоро улупление. Так. Тоже плавает тупым концом вверх. И это. И это. Все яйца плавают тупым концом вверх. Сейчас покажу. То, что они намочились, ничего страшного. Абсолютно. Абсолютно ничего страшного. Так, маскировочка. Насколько можно. Устанавливаем. И уходим. Судя по всплытию яиц вверх тупым концом, до вылупления осталось несколько дней, я, наверное, не смогу заснять это, потому что у меня будут рабочие будние дни. Больших веретенников на гнезде снять это тоже очень здорово, потому что это не такой уж распространенный кулик, как, например, чибис. С чибисами-то полегче. И чибисов я уже снимал. Все, десятый раз. Всем пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok